Говоря об убийстве украинского разведчика Максима Шаповала, гибели его в теракте, сильнейшем взрыве его машины, следует прежде всего отметить отношение власти к своим воинам-освободителям, к своим внутренним службам, к своей разведке прежде всего. Можно это судить с пресс-конференции Матиоса, генпрокурора военного, который именно отмечает, что работу выконали фахивцы душу высокого ривня, чем намекает на одобрение и восхваление работы тех спецслужб, естественно он имеет в виду российских, которые выконали этот гонебный террористический акт. Другой представитель власти, пан Герасченко, сразу вставляет, что вот и на меня тоже покушались. Смотрите ж, чуть ли не в каждое событие он вставляет свои мемуары вот этих домниманных происшествий с ним, с попыткой замаха на него. И он говорит, что это возмездие было. То есть, смотрите, офицеры и украинцы, работники спецслужб, вы совершаете операции сложнейшие, тайнейшие, в которых необходимо соблюдать до такой степени конфиденциальность, быть невидимкой. Быть постоянно в состоянии инкогнито, не только за время проведения операции успешной, в которой эти службисты, представители власти, упоминают, что Максим Шаповал выполнил ответственно диверсионную работу на Донбассе. А Герасченко говорит, что вот смотрите, это возмездие. Вообще-то возмездие это в большей мере позитивное слово. Тогда как медиа, СМИ, украинские уже применяют слово «месть». То есть, в чем главный перекос, слив Герасченко? Что, ну вот смотрите, разведчики или бойцы, вы выконаете операции, исполните, а потом будет вам возмездие, если вы попадетесь российским террористам, если вас взорвут. Потом Маттиус, опять же таки, в той же самой пресс-конференции, идиотским способом интерпретирует события, что это был до такой степени потужный выбух, что остатки, извиняется, тел, оказались на каких-то этажах на расстоянии 50 или 100 метров. То те, которые исполнили этот теракт, они просто куражатся с этих слов Маттиуса, с этих подробностей, которые были высказаны, но они ни к чему, эти подробности. Если это запытали журналисты, спросили у него, а вот мы слышали так и так, что там остатки были там и там. Тогда это еще можно было как-то описать, а не самому напередбать ковпекла, бежать и описывать. То, кто уже идиотически это выглядит со стороны Маттиуса. Тех людей, которые должны, как золотое сияние нимба, отождествлять нашу власть украинскую, которая отстаивает, борется за независимость Украины и тому подобное, из-за безопасности в европейском континенте. Тогда, как они кричат, европейцы, что вот у нас НАТО, у нас панацея от всего, сами ни того не понимая, не разумея, и украинские дипломаты не могут то втулмачить, потому что они тупые, жадные и воровитые. Не могут втулмачить ни СМИ, ни европейцам, какую связь огромную проделывает Украина в этой цепи террористических актов, нападений, отвлекая, отбирая цены своей крови. И от Европы угрозу эту. В чем апофеоз, гнилость, маразм, дилетонизм можно власть в украинской власти? В том, что они не только сливают, создают котлы, отмывают бабло на этом, торгуют на контрабанде, контрабанда на крови и тому подобное, штабные крысы, которые посылают бойцов, потом торгуют ими, на две стороны получая деньги и от украинского налогоплательщика, и с вражеской стороны за слитую информацию, что может являться большим коэффициентом денежным. И вместо того, чтобы бойцы на фронте, на передке, в разведывательных операциях, в диверсионных группах чувствовали тыл, чувствовали заботливую руку украинского суспильства, которое, как ангел, должно и оберегает этих солдат, этих профессионалов, которые выполняют свою работу профессионально. Что они чувствуют? Что они приедут так же домой, как и Максим Шаповал, поставят свою машину возле песочницы, а там какие-то ФСБшники, закосившие под детей, или еще каких-нибудь собирателей бутылок, она прилипает магнитными или еще какие-нибудь средствами к его машине взрывчатку. Он же не отправлял в ремонт свою машину в Российскую Федерацию, как это проделали с самолетом Леха Кочинского в 2010 году. Там, где остатки самолета были в 100 метрах от самой локации падения Туполева в 2010 году под Смоленском. Это все ведомства Киева, Украины, там, где все должно храниться в тайне, в полной. Кто сливает? Кто потом это все превращает в патетический балаган? Кто это все заметает под ковер на этих пресс-конференциях, делая из себя идиотов полных? Естественно, та власть, которая привыкла при мирных условиях, при Кучме, там, Ющенко, еще, там, Януковича, постоянно воровать, красть вагонами. И теперь, говоря о следе, то ли, типа, это украинский след, то ли это российский след. Нужно быть предельно осторожным, так как уже Россия во всех свои лживые масс-медиа, путиновские, путляровские, пускает утки, что это внутренние разборки, что это какие-то криминальные убирания его за российского, что он курировал, присматривал, обеспечивал охрану убитого недавеча, недавно российского олигарха, который перешел на украинскую сторону. И весь вот этот колород лжи постоянной дает до уразумения, что лучше с этим не шутить, потому что просто любой журналист или кто-либо будет просто обгаживать свою ныненькую Украину, давая проференции в информационной лжи только для российских СМИ. Даже если предпочесть о таких версиях, то они тоже возможны, потому что украинские службисты коррупционные, они все валят на российскую сторону, естественно. И они могут в этой коловороте мутной гадости просто делать внутри кровавые сливы, сдачи и разборки, зная, что им за это ничего не будет. И если оприлюднивать, давать развитие таким версиям, то мы далеко не зайдем, то мы просто зайдем в правоту лжи российских СМИ. Просто будем все работать на эти российские СМИ. Вместо того, чтобы просто менять верхушку власти в Украине. Завравшуюся, заворовавшуюся в сливах и продажах. То есть и Матиус, и другие шоколадные представители создают вокруг себя команду, которая будет эффективная, высокоэффективная, высокопрофессиональная. Но одновременно будет полностью молчаливо, если дело идет о великой коррупции мажновладцев в самой власти в Киеве. В самой коррупционной составляющей, в самой чмошной игре олигархов, но которые подбирают команду, которая была положительная, молчаливая, в плане не разоблачала никого из олигархов, но была очень диверсионно, эффективная и с полной самоотдачей. А потом, когда время проходит, они могут идти гулять, куда они хотят, на четыре стороны. Ни охраны им не надо, ничего. Люди или потом становятся личностями, когда они узнают, что они выброшенные, никому не нужные, что набрана другая команда, то у тех людей огромные знания о коррупционной составляющей внутри Киева, о сотрудничестве, а без сотрудничества, коллаборации с оккупантом, мало на какой войне такое бывает, и люди, которые много знают, долго, естественно, не живут, хотя это одна из версий российских СМИ, которые мы не должны повторять, но иметь на уме, чтобы эффективно сообщество украинское могло защищать своих профессиональных воинов, которые защищает само украинское сообщество, тех простых людей, которые просто живут, работают и тому подобное. А Матиус, вместо этой всей работы с украинскими воинами, которые защищают своей кровью, посвящают всему жизнь, ставят на карту не только честь, достоинство, а и жизнь своих детей, жен, семьи. А он говорит, рассказывает, останки разлетелись, аж на 100 метров, нашли там части тела, нехай меня пробачить родина. Потом он рассказывает, что это были высокие суперфахивцы, российские террористы, от которых как бы другой перекос этого всего, что не схавайся, не спрячься от этого. И они закладывают такие потушные выбухивки, взрывчатки, о которых даже не снилось времена Аль Капоне, тогда, когда работники криминального мира в тех мастерских обслуживания автомобилей просили вкладывать им под водительское сидение такие толстые свинцовые пластины, оберегающие их от взрыва из-под днища автомобиля. То, другими словами, такие перекос этого матиуса, что можете даже не искать такие пластины, потому что там будет несколько выбухивок, такие потужные, что от машины ничего не останется, закладывайте, вы не закладывайте. Вы как бы все висите в этом мире страшном, террористическом, что ну просто нужно привыкать к этому чуть ли не. Чуть ли не как в терактах в Европе нужно привыкать. А тут еще герачик, ого, я да, тоже помню, тут еще кровь не остыла убитого Максима Шаповала, да, я помню, на меня покушались, о, там рассказывают, рассказывают. Тоже возмездие ему было от Российской Федерации за то, что он проводил эффективную диверсионную деятельность на Донбассе, защищая нашу нынку родину. Тоже было возмездие, о, видите ж как. Представляете, сколько идиотов вот таких, которые взлакают, которые колдуют бабло на всем, что движется на крови украинских профессиональных бойцов. А быдло стада молчит. Ничего, не то, что там не выходит, а иногда интересуются этим так, лайк, просматривая что-то там, на кухне что-то, ляпнуть кому-то друг другу, охо-хо. И, естественно, с таким суспильством, с таким народицем можно делать то, что делает и сейчас вот эта воровская сливная машина власти, которую нужно менять, ну, лето, пускай, там, ладно уж там. Естественно, у меня нету смысла, а не намека обескураживать, украинских воинов и бойцов, которые хотят служить в разведке. Это не просто привигилированно и фешенебельно. Это еще и опасно не в смысле стычки и состязания с врагом. Это опасно о внутреннем сливе. А с другой стороны, хочется, чтобы там служило как можно больше эффективных, профессиональных людей, украинцев, которые бы не сливали, но которых и которых бы не сливали. А как так сделать, когда они должны быть полностью инкогнито? Ни семьи, ничего, ни связи, нигде, никакие ники, неймы, постоянно меняющиеся, для того, чтобы люди просто выжили. А с другой стороны, как этим людям оборониться от внутреннего слива? Или просто от таких идиотов во власти? Как им оградиться от этого? Ну, прошли какие-то переговоры политические, типа, о, ихняя, как бы, деятельность, та, которая эффективно прошла, которая, как бы, сделала для переговоров, как говорил Рошеновский Петя, что бойцы сыграли мне очень положительную роль под встречу с Обамой или там с Европой о переговорах, где-то там, да, положили голову, кровь свою, бойцы под переговоры Рошенко, который изобрел систему торговли потом на крови, и к чему эти переговоры были? С другой стороны, естественно, если разведчики украинские будут для перестраховки там хотя бы навязывать контакты с масс-медиа, с украинскими, то они тоже могут оказаться и те, и те под ударом просто под ударом слива воров на самых верхах олигархической власти, которая живет методами и схемами старых Кравчуковских, Кучмовских, Ющенковских, Януковичиковских методик ведения власти. Для них войны не существует, потому что так богатеть, с такой скоростью, с таким цинизмом это нужно быть такой гнидой, паршивой, и нет на них удела, потому что общество украинское не может влиять на них, потому что это уже не та система абсолютно, которая была вне войны, до войны, там где партии содержали свой электорат, который якобы мочил друг друга, потом приходил в власти, вделилово, дележка и тому подобное. Одна только вещь определяет хоть какую-то надежду, что их паскудная сливная власть продажная не вечно, и может быть когда-то придет все-таки время отвечать им за свою продажность, слив, наживание на крови многих своих толстых миллионов и миллиардов.